Краевой молодежный проект Новый Фарватер продолжает свое движение по Красноярскому краю. Как зажигались северные звезды узнаете из следующего сюжета. Новый Фарватер меняет свой курс и разворачивается на 180 градусов с юга на север. Лесосибирск на два дня становится местом общения с самой умной, креативной и творческой молодежи с северных территорий края. 22 конкурсных номинации – это вам не шутки. Радует то, что приехали коллективы из Норильска, из Венки и еще из каких-то далеких территорий, которые раньше никогда не приезжали к нам. Это очень здорово. Для рок-музыкантов это не только уникальная возможность показать свое мастерство, но и обменяться опытом и познакомиться поближе с творчеством самых северных территорий. Два часа полета из Норильска до Красноярска и еще девять часов на поезде до Лесосибирска. Такой путь проделала группа «Мореса» ради участия в проекте. Музыканты группы «Рейс-55» родом из Венки. Молодые люди ехали сюда с определенной целью. Потому что это перспективно. Надо развивать рок-направление, особенно в таких северных регионах, пытаться выступать где-то в других местах. Во время репетиции эксперты приглядывались к участникам. А уже вечером первого дня ребята смогли продемонстрировать всем свои музыкальные таланты. Остальные номинации проекта получились не менее яркими. Зажигательное шоу «Открытие северного фарватера» во всей красе представило участников номинаций «Современная хореография», «Эстрадный вокал», «Дизайн одежды», «Брейкинг» и «Рэп». Последние удивили патриотичностью текстов. И в Индии все вать, не может понять, что происходит вокруг. Пора все менять, все забыли язык и не знают традиции. Собиды охота, гулять не во птицы. А церемония закрытия выявила бесспорных лидеров. Третье место у Северо-Енисейского района. Второе у Норильчан. Чемпионом признан Лисосибирск. Следующая остановка нового фарватера в городе Железногорске. Смотри молодежный форум.